Дом в Гомеле Снапков согласился с этой просьбой. В то же время комитету государственного контроля поручено проверить действия ответственных лиц, создавших такую ситуацию. Положительно будет решен и вопрос представителей совместного предприятия АМИПАК. Оно занимается производством тары и упаковки из полимеров. Здесь трудятся более 200 человек. Неправильное решение предыдущего руководства привели к тому, что АМИПАК оказался в сложной финансовой ситуации. В настоящее время совместное предприятие проходит процедуру санации и, хотя и работает с прибылью, не успевает выплатить все долги в положенный срок. В связи с этим банки-кредиторы предлагают продать предприятие. Николай Снапков уверен, делать этого нельзя. Поручение ответственным лицам принять меры и оказать содействие по сохранению предприятия и помощь в его дальнейшем развитии. Все озвученные на приеме вопросы остаются на контроле. Прием граждан на этой неделе провел и председатель облсполкома Геннадий Соловей. Вопросы, с которыми к нему обращались гомельчане, нельзя назвать личными. В частности, Виктор Шувалов предложил пересмотреть методику расчетов за подогрев воды. По его мнению, используемые приборы не всегда правильно учитывают реальные показатели. Кроме того, он предложил выработать механизмы стимулирования населения, экономить теплоэнергию. Еще один вопрос касался ремонта дорог. На этот раз разговор шел почти о трехкилометровом участке между агрогородком Терешковичи и деревней Новая Терешковичи. По словам Владимира Бортновского, сделанная подсыпка не соответствует правилам дорожной безопасности и вызывает нарекания у водителей. Вопрос взят на контроль. Соответствующее поручение будет дано предприятию Гомель Облдорстрой. На этой неделе возобновил привычную деятельность Гомельский областной госпиталь инвалида в Отечественной войне, который был перепрофилирован для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. При этом ограничительные меры сохраняются. Обязательно ношение масок и социальное дистанцирование. К обычному режиму работы вернулась также первая городская больница. В Гомеле разрабатывают нетиповой проект новой школы в молодом микрорайоне Хутор. Она будет состоять из четырех блоков, включая административный корпус, пространство для начальных классов и учащихся старших классов. Учебный комплекс разместится на территории в три гектара. Предусмотрены два бассейна, полноценное футбольное поле, баскетбольное и волейбольное площадки, теннисные корты. Строительство школы в микрорайоне Хутор на контроле губернатора. Проект будет направлен на экспертизу в октябре. Затем решится вопрос о старте строительства.